Учение постепенно подходит к концу, но массовая истерия по поводу присутствия российских войск на нашей территории очевидно растянется. Как вы думаете, насколько она долго продлится и как бы вы сами ответили на эти выпады? Ну я уже не единожды отвечал на эти выпады, сегодня нет необходимости отвечать. Что касается вывода войск, вот завтра мы с президентом России, поскольку мы все это затеяли, учения идут не только здесь, в Беларуси, учения идут в Российской Федерации. Вот как мы примем завтра решение, вы знаете, мы в Москве встречаемся, так и будет. Примем решение, выведем за сутки, примем решение месяц, будут стоять месяц. Столько, сколько надо, столько и будут находиться здесь вооруженные силы. Это наша земля, наша территория. Мы здесь работаем, учимся и будем дальше учиться. Вот что я могу бы ответить. Господин президент, руководство США говорило о том, что если Беларусь нападет на Украину, либо если Россия с территории Беларуси нападет на Украину, для Беларуси будут серьезные последствия. В связи с этим вы продолжаете поддерживать российский курс в отношении Украины? Мне у вас, извините, задам вам уточняющий вопрос. Вы до сих пор верите, что мы будем отсюда нападать на Украину? Или у вас уже, извините, по-народному скажу, этот бздык прошел? Это не о том, что я верю, это о том, что Соединенные Штаты говорят. Соединенные Штаты говорят, что есть очень настоящая опасность, атака от русского территории или Беларуси. Вопрос не в том, верю ли я в это или нет, но официальная позиция Соединенных Штатов заключается в том, что они исходят из того, что угроза реальная, что российские войска накапливаются как на территории Беларуси, так и на границе с Украиной. И они говорят о том, что это вызывает у них определенную озабоченность, и подобные действия будут иметь противодействие. Это ваша официальная позиция, вашего правительства. А это официальные действия Беларуси и России. У нас есть договор белорусско-российский, у нас фактически создана единая группировка, здесь белорусско-российская, то есть единая армия, считайте. И вот это наша официальная позиция. И вы, пожалуйста, эту позицию учитывайте, так как мы учитываем вашу позицию. Ну, а вообще, вы что здесь делаете за тысячи километров? Ну, допустим, в Украине специалисты ваши, у Польши ваши войска, в Литве, Латвии, Эстонии. Что вам делать здесь? За тысячи километров. Поэтому нас упрекать в этом не надо. В Канаде и Мексике наших вооруженных сил нет. Поэтому успокойтесь. Вы должны признать, если у вас есть совесть, что вы прошлепали при всем мировым сообществах этот период. Вы обвиняли Россию и Беларусь, что мы вторгнемся. Вчера вторгнемся в Украину. Не вторглись. Значит, ваша разведка и миллиарды долларов, которые вы тратите, никчемные. Признайте хотя бы это. Господин председатель, спасибо еще раз за гостоприимство. Какой роль может играть Минск в нормализации отношений между Москвой и Киевом? И будет ли обсуждать этот вопрос завтра в встрече с президентом Казахстана? Мы всегда об этом говорим. Я уже много чего рассказывал. Давно можно было забыть о конфликте на Донбассе, если бы этого хотело правительство Украины. Я был в это вовлечен, поэтому говорю вам не просто как свидетеля, а вовлеченный человек ответственно. Если бы хотели, все бы сделали. Что мы можем сделать? Есть президент Путин, есть президент Зеленский. Все, что они захотят, мы сделаем. Цель одна. Мир на Донбассе. Чтобы больше не гибли люди и люди не боялись смотреть в небо. Мы готовы сделать все. От этого никуда не деться. Спасибо, господин президент. Эстонское снижение. Антон Алексеев, меня зовут. Я был на выборах в 2020 году здесь. И я помню, как вы сами говорили, что вы выиграли те выборы. Об этом сказала Центральная избирательная комиссия. Выиграл же. Вы говорили так же, что будет запущена конституционная реформа. И мы видим сейчас, что будет референдум. Запустили? Запустили конституционную реформу. Но также были слова о том, что это ваш последний президентский срок. И в 2025 году вы уйдете. Согласны ли вы сегодня сказать, что я в 2025 году готов уйти? От чего это может зависеть, на ваш взгляд? Я уже отвечал на этот вопрос журналистам. Я нигде не говорил, когда я уйду. Я говорил, при каких условиях. Если Запад коллективный, прежде всего американцы, снимут Беларусь с мушки прицела и не станут переворачивать у нас тут всякими способами, как было в 2020 году, все будет законно, аккуратно и будет раньше, чем вы хотите. Или они хотят. Если вы будете нас по-прежнему атаковать, как в 2020 году, я буду вечным президентом. Вы уже сказали, что завтра состоится встреча с Владимиром Путиным. Будет ли обсуждаться вопрос укрепления военного сотрудничества и допускаете ли возможность появления российских военных баз на территории Беларуси? Вы знаете, нам... Я давно уже об этом говорю. Не потому, что мы не хотим или боимся. Они здесь не нужны с точки зрения военной. Зачем здесь базы? Мы с Дальнего Востока перебросили огромное количество войск и техники буквально за 10-12 дней. Так это с Дальнего Востока. А группировка наша, это белорусская армия, основа 65 тысяч, плюс, как я говорил, 200 отмобилизуем, плюс территориальные войска будет полмиллиона. И западные части Российской Федерации нас поддержат здесь. Это сутки двое. Зачем здесь тратить миллиарды долларов и создавать дополнительные базы? Если брать, допустим, базы военно-воздушных сил, это вообще полная глупость передвигать самолеты, вертолеты и прочее и ставить их под прицел к границе союзного государства. Нет необходимости. Ракетные войска, они сосредоточены так, как надо, на территории России и Беларуси. Какие базы здесь создавать? Нам здесь базы не нужны. Но с президентом Путиным и Минобороны договорились. Это моя была просьба. Мы должны осваивать белорусы. Современное оружие. Потому что наша армия находится на острие. Она должна обладать самым современным оружием. Мы его будем или покупать, или россияне нам будут поставлять что-то за свой счет. Потому что армия общая. Но для того, чтобы наши вооруженные силы, наши бойцы освоили современную технику, а в России она самая современная, как вы знаете, для этого нужны центры учебные. Вот их мы будем создавать. По-моему, три учебных центра мы уже создали. Вот я посмотрел сегодня «Искандеры», российское хорошее оружие. Нам надо его освоить? Надо. Мы будем покупать это оружие у Российской Федерации. Поэтому я буду просить, чтобы был четвертый центр по «Искандерам», чтобы мы могли освоить эту технику. Поэтому это мы будем делать. Даже я попросил, чтобы наши ребята, желающие, которые хотят служить, есть же по призванию моряки, чтобы они обучались где-то в Калининграде или же в Мурманске и могли служить наших совместных белорусско-российских частях. Центральное телевидение на НТВ. Вы же, наверное, слышали эту шутку, «А ты завел будильник на три часа ночи, чтобы не проспать вторжение». Слышали, наверное. Но в каждой шутке есть только доля шутки. Что я имею в виду? Ведь все и на Западе, и в России, ну и, наверное, в Беларуси опасались провокаций. Да, это было самое опасное. Вот мне бы хотелось узнать, а вы вот как вообще провели эту ночь? Вы заводили будильник на три часа ночи? Вы созванивались с Путиным? Вы меняли как-то свой график встречи? Вообще как-то переживали по этому поводу? Нет, вы насчет этого не парьтесь и не переживайте. Не ставил, что касается ночных наших разговоров с Путиным. Их в эту ночь не было. В 13 часов мы поговорили с ним, оговорили план действий на пятницу и субботу, потому что учения у нас продолжатся и в субботу. Какая форма этих будет учений, где мы с Путиным будем присутствовать на учениях, это российская сторона вас проинформирует. Так что все нормально. Вот сейчас в России заговорили о том, чтобы признать ЛНР и ДНР. Депутаты Государственной Думы внесли это предложение на рассмотрение президента. Путин принял к сведению, я это знаю. В случае, если такое решение будет принято, как поступит Беларусь? Мы договоримся с Путиным, как нам поступить, чтобы было лучше для России и для Беларуси. Но это будет совместное решение. В случае необходимости, готовы ли Беларуси разместить на территории ядерное оружие Российской Федерации? В случае необходимости, если такие бестолковые, глупые шаги предпримут наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие здесь, но и еще сверхъядерное, перспективное, для того, чтобы защитить свою территорию. Если этого не будет, оно здесь сто лет не нужно. Еще вопрос. Не считаете ли все-таки, что проведение вот этих маневров, вот этих учений, именно сейчас, когда такая напряженка на Украине, как бы, как своего рода провокация, как бы, на фоне этого всего, то, что происходит? Вы тут увидели провокацию. Вы же считаете, что это как бы... Он сообщает о том, что возобновились обстрелы. В случае, если Россия захочет прийти на помощь республикам, провозглашенным республикам Донбасса, Беларусь готова оказать военную поддержку? Мы России окажем любую поддержку. И военную, и если надо будет, экономическую, последним куском хлеба поделимся. Точно так и со странами в Донбассе. Точно так. Если там в Чернигове, и черниговцам будем помогать. Это наша твердая позиция. Но вопрос ведь не в этом. Украина всегда об этом говорит. Должен быть мир на Донбассе. Хорошо, давайте установим этот мир. Давайте делать в этом направлении шаги. Давайте не будем танцевать под определенных командиров, которые сидят за океаном, а будем смотреть на украинскую землю. Ведь война идет на территории Украины. Я это говорил всем президентам украинским, и больше всего Порошенко, и Зеленскому. Война у тебя, что сегодня рассказывать, кто прав, кто виноват. Надо остановить войну, надо наладить нормальную жизнь в Донбассе. И Путин, я передавал Порошенко, это готов, помочь в этом. Они этого не хотят. Им, наверное, лучше, чтобы кто-то друг друга пугал, а еще больше воевал. Но это их проблемы. Сергей Григорьевич, уточняю еще, если можно, вопрос. Потому что вы раньше говорили про военную технику и про базы, отвечая на вопрос про базы. Вы рассматриваете такую возможность, чтобы что-то из этой техники, которая уже была завезена на время учения, осталось на учебных? Да, да, мы договорились, откровенно вам говорю, хоть я должен был уклониться от ответа на этот вопрос. Обычно говорят, посмотрим, а я вам говорю, если нам нужны боеприпасы какие-то, чтобы их не таскать туда-сюда, мы их оставим здесь, боеприпасы. Что касается техники, я сегодня посмотрел, есть несколько видов перспективной техники, которая нам нужна. Ну, я про Искандер вам говорил, вы меня плохо слушали. И не только. Вот, посмотрите, машина. Вот вторая справа стоит. Видите? Она сегодня работала. Прекрасная машина. Поэтому есть несколько вариантов интересной техники. И мы будем эту технику закупать и в качестве подарка получим от своих старших братьев. Ну и стратегическое оружие, кроме Искандеров, какие-то еще? Ну, а какое же это стратегическое оружие? Не знаю, у нас 400, вы говорили, есть уже, да? Да, 400 у нас... А больше? У нас в учебном центре. А если надо, еще пару установок мы поставим, а больше нам не надо. Это оружие, которое видит на расстоянии, по-моему, 600 километров. Где мы его поставим? Мы речь ведем о закупке нескольких таких установок. Мы можем их установить где-то восточный Минска или под Минском. И будем видеть, что делается в Киеве, за Варшаву и так далее. Японская телевидение, тебе скажите уточняющий вопрос. Вот вы завтра будете с президентом Путиным разговаривать о выводе... Нет, про Японию говорили. Нет, 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 не про Японию. Про вывод войск российских после учения в Россию. Вот ваша позиция какая? Может быть, имеет смысл какое-то время еще подержать здесь часть российских войск? Если будет смысл подержать, как вы говорите, российские войска здесь, мы их будем держать столько, сколько надо. Еще раз подчеркиваю, это наша территория. И мы будем принимать решения. Параллельно американцы в Польшу перебрасывают тысячи своих военнослужащих за тысячи километров. Они у кого спрашивают? У нас, у россиян разрешения нет. Почему мы у кого-то должны спрашивать? Поэтому сколько надо, столько и будут здесь стоять войска Беларуси и России. Сколько нам надо для того, чтобы защитить нашу территорию и показать всем, что мы к этой защите готовы.